Добрый вечер! Пятница, в которой умер Иисус Христос. Смерть Иисуса Христа, она дает надежду. Когда мы думаем о смерти Иисуса Христа, когда мы думаем, а что же вызвало смерть, а что стало ее предшествием, и какой результат смерти Иисуса Христа, каждый из нас может сказать, что все-таки «It's a good Friday» – это хорошая пятница. Это пятница, в которую каждый из нас получил свободу, и мы стали другими. Благодаря жертве Иисуса Христа мы обрели свободу. Есть добрый старый гимн. Мы у берега земного. Там, за бурной рекой, ждет нас берег жизни новой. Вот именно этот берег, которому пришел Иисус Христос, который перешел порог смерти, который люди не могли перейти обратно, Он смог перейти. И этим самым Он открыл для каждого из нас не просто путь в неизвестность, но дал нам надежду, что на той стороне, на той стороне есть жизнь полная. Смысла, надежды, будущности. Это то, чего не имеют многие люди, которые не верят в Иисуса Христа. Это наше с вами достояние верующих людей, верить Богу. Не только здесь, на земле, но и в вечности мы также будем с Ним. Слава Богу за это. Многие люди сегодня переживают, думают. И мы тоже сегодня дома. Есть какая-то social distancing, социальная дистанция. Есть какая-то социальная дистанция, что мы не можем видеть друг друга. И всегда в нашей жизни есть какая-то социальная дистанция между тем, где мы находимся, и тем, где мы хотим быть. Иногда это один день, иногда это два дня, иногда три дня. Так вот, между пятницей и воскресеньем есть вот эта социальная дистанция. Я хотел бы сегодня ободрить каждого из нас, что ничего, какая бы ни была темная пятница, буквально через несколько дней будет светлое воскресенье воскресенье Иисуса Христа. И мы будем праздновать светлое воскресенье нашего Господа. Я верю, что многие люди любят поспать. Я не знаю, как вы, я люблю поспать. Но бывают времена, когда мы ожидаем чего-то особенного. Чего-то особенного мы знаем, что еще день, еще другой, и обязательно. И мы не можем дождаться, вот, когда пришла пятница, ученики были рассеяны, они не могли понимать, что происходит сегодня. Ну вот, но очень интересная история, записанная евангелист Иоанн, записанная в 20-й главе. Он пишет, в первый же день недели Мария, Магдалина, приходит ко гробу рано, когда было еще темно. Некоторые люди ожидают встречи. Вроде бы еще даже и день не наступил, еще не просветлело. Но люди уже ощущают Божье присутствие. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня начал предвкушать, переживать воскресенье Иисуса Христа в нашей жизни. Кто-то его переживал. Но праздники приближаются, друзья. Праздники приближаются. Их все равно нужно праздновать. Все равно нужно приготовить обед. Нужно одеть хорошую рубашку. И в воскресенье, в час 30, нужно собраться с семьей. Нужно включить телевизор. Нужно посмотреть в собрание. Нужно помолиться вместе. А когда-то все закончится. Нужно накрыть стол, положить новую скатерть, поставить булки и вместе с семьей отобедать. Это правильно. Поэтому я поощряю каждого из вас. Не зацикливаться на пятнице, но с верой смотреть в будущее, смотреть вперед. Потому что Господь наш, Он крепкая башня. Наш Господь, это Тот, Кому мы доверяем. С Господом все возможно. И Он ведет нас в свой чудный, незабываемый Иерусалим. Дорогие друзья, я хотел бы помолиться вместе с вами, начиная это служение. Наш Небесный Отец, мы благодарны Тебе за Твою милость и Твою любовь. Сегодня пятница, но скоро будет воскресенье. И мы будем праздновать Твою победу над смертью, над болезнью, над рехом, над адом и над дьяволом. Господь, потому что Ты пришел не для того, чтобы воевать и не побеждать, но Ты пришел, чтобы оказаться Господом, Господом и Богом богов. Ты победитель, и у Тебя вся власть. Отец, мы благодарны Тебе за Твоего Сына Иисуса Христа, через Которого мы имеем полную свободу и сыновство с Тобою. Спасибо Тебе. И пускай это служение, оно будет временем, когда Ты будешь говорить в сердца и в души наших братьев и сестер. Господь, а сейчас позвольно поклоняться Тебе и громко Тебе петь. Амин. Дорогие друзья, мы сейчас будем поклоняться и будем петь песни. Это время для того, чтобы мы могли это делать ясно, громко в нашем доме. Поднимайте руки, пойте громко, провозглашайте Божью победу в вашу жизнь. Пусть Бог вас обильно благословит. Друзья, будем славить нашего Господа. Он достоин хвалы и поклонения. Имя Господа Крепкая башня, Бежит в нее правильный, И Он спасет. Славьте имя Его, Славьте имя Его, Всевышнего. Славьте имя Его, Славьте имя Его, Славьте имя Его, Всевышнего. Имя Господа Крепкая башня Бежит в нее правильный, И Он спасет. Имя Господа Крепкая башня, Бежит в нее правильный, И Он спасет. Славьте имя Его, Славьте имя Его, Славьте имя Его, Всевышнего. Славьте имя Его, Славьте имя Его, Славьте имя Его, Всевышнего. Имя Господа, Имя Господа, Крепкая башня, Бежит в нее правильный, И Он спасет. Имя Господа, Крепкая башня, Бежит в нее правильный, И Он спасет. Славьте имя Его, Славьте имя Его, Всевышнего. Славьте имя Его, Славьте имя Его, Славьте имя Его, Всевышнего. Славьте Всевышнего, Он достоин хвалы. Слава нашему Господу. Господь, Ты наша башня, Ты наше прибежище, Ты наша скала, Господи, Мы уповаем на Тебя. Ты твердое основание, Когда праведник никогда не поколеблется в Тебе, Господь. Славим Тебя, Господи. Аллилуйя. О, исцели нашу землю, О Отец, народ наш, Обрати к себе, о, исцели, Отче, услышь нас, исцели. Прости наш грех, и мир Твой нам верни. 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 К себе поли, цели, Отче услышь нас и цели. Прости наш грех, И мир Твой нам верни. При Тобой, Господь, смиряемся мы, Молимся день и ночь, Ищем искренней лица Твоего, Все злое отвернув прочь. Ты услышь нас, небо, И прости наш грех, Исцели нам землю утешно все, О, Исцели нашу землю. О, Отец, народ наш, Обрати к себе, О, Исцели, Отче услышь нас и цели. Прости наш грех, И мир Твой нам, О, Исцели, О, Отец, народ наш, Обрати к себе, О, Исцели, Отче услышь нас и цели. Прости наш грех, И мир Твой нам верни. Господь, мы нуждаемся в Твоем мире, Господи. Мы нуждаемся, Господи, чтобы мы были дома и чувствовали себя не одинокими, Господи. Мы нуждаемся, чтобы Ты был с нами, Господь. Мы просим Тебя. Прости наши грехи, Господь. Прости грехи этого народа, Господи. Прости грехи, кто сегодня грешит и не знает, что как Ты благ, как Ты нуждаешься, чтобы все люди спаслись, Господи. Ты ищешь этого, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь. Ты открыт, Господь, для того, чтобы люди приходили к Тебе и каялись. Господь, мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты пришел и посетил Духом Твоим Святым нашу землю, чтобы народ Твой осознал, Господь, что Ты царь над всей землей. Только Ты достоин хвалы и поклонения. Господи, мы молим Тебя. Аллилуйя! Аллилуйя! Мы у берега земного, там, за бурною рекой, Виден берег жизни новой, жизни вечной и святой. Будем все раю живою, Ждать вождя честь и ордам. И Он Сам своей рукою И ведет нас Хананом. В ярком свете виден пышный и святой Иерусалим. Песни и радости, там слышны, Их язык неизъясни. Будем все раю живою. Будем все раю живою, Ждать вождя честь и ордам. И Он Сам своей рукою, И Он Сам своей рукою, И ведет нас Хананом. Наш Господь велик, Он приведет нас в обетованную землю, потому что Он обещал. Слава Ему! Будем слушать Слово Его! Слава Ему! Дорогие братья и сестры! Дорогие друзья! Я рад приветствовать вас сегодня в студии. Здесь у нас в нашей поместной помещении, в котором мы регулярно собираемся, в здании церковном. И хотелось бы сегодня напомнить, что сегодня у нас такое время, что большинство христиан по всему лицу земли, они отмечают вот это время, как событие, когда Иисус Христос был предан на распятие, когда Он был распят. И вот эти события, они отмечаются. Мы его также недавно отмечали, по сути, когда участвовали в Хлебопреломлении, совсем недавно, буквально несколько дней назад, в воскресенье. Но так как христианская община по всему миру отмечает то время, мы также это дело отмечаем. Это событие. И вспоминаем, что же вообще произошло, для чего это все было. Зачем Иисус Христос пошел на Голгофский крест? Зачем Ему это нужно было? Зачем Богу это нужно было? Зачем это нужно нам? И есть очень много об этом объяснений в Новом Завете. И я просто хотел бы прочитать первое послание Петра, 2 глава с 21 по 25 стих, где как Петр это видел. Почему, насколько это важно для нас, вот об этом говорить, об этом размышлять, об этом молиться. Давайте зачитаем, и потом порассуждаем немного, и помолимся. Я читаю 1 Петра, 2 глава с 21 по 25 стих. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились». Друзья, вот это замечательный такой текст, где Петр говорит нам, на что нужно обращать нам внимание, а именно на то, чтобы мы шли по следам Иисуса Христа. Ну, что имеется в виду идти по следам Христа? Имеется в виду, что нужно подражать Христу, нужно смотреть на Иисуса Христа, на Его жизнь, и подражать, сделать так, чтобы в моей жизни это практиковалось, чтобы я мог практиковать те же самые принципы жизни, которые были у Иисуса Христа. Почему? Потому что мы являемся учениками нашего Господа Иисуса Христа и идем за Ним, чтобы подражать Ему. Иисус Христос так и сказал, что ученик не больше Своего Учителя, но, совершившись, будет как Учитель Его. Поэтому для нас стоит цель подражать Иисусу Христу, и это означает идти по Его следам, то есть Ему подражать. Для того, чтобы Ему подражать, нужно посмотреть вот эти следы, какие следы Господь оставил на этой земле, когда Он прожил, и апостолы, и ученики, и сам Он об этом говорил. Что же Он оставил такое для нас, чтобы мы могли Ему подражать. Поэтому давайте посмотрим вот эти следы следы нашего Господа. И я хотел бы вот как бы сформулировать их, четыре таких следа. Вот в этом тексте их, конечно, много следов, где мы можем подражать, следовать за нашим Господом. Но вот в этом тексте Петр обращает наше внимание на четыре таких важных следа, важных таких принципов жизни, которые должны быть для нас вот как хождением, путем, направлением, могли двигаться в этом направлении. Первый след, о котором мы здесь читаем, в 22-м стихе, что Господь не сделал никакого греха. И Писание учит нас, чтобы мы подражали Христу в этом, то есть старались не грешить. Вы знаете, что вообще Господь, живя на земле, Он не совершил ни одного греха. То есть, что значит совершить какой-то грех или не совершить? Когда человек совершает грех, это значит, что он нарушает законы. Иаков говорит, чтобы мы вникали в этот закон, совершенный. И жили согласно Ему. И также пишет об этом Иоанн, он пишет, что человек, который нарушает закон, он впадает в грех. То есть, что грех, это есть нарушение закона, беззаконие, он говорит. То есть нарушение закона. Если нету закона, то нету и греха. А если есть какой-то закон, есть какие-то постановления, то есть человек их нарушает, он значит становится нарушителем закона или становится грешником. Ну, это одна из таких мыслей насчет греха. Так вот, все люди в той или иной сфере согрешили, все жили те времена и сегодня. Люди не способны жить так, как жил Господь. Сами по себе. Мы не способны. У нас природа греховная. Наша природа греховная, и она тленная, и она смертная, то есть человеческое наше тело, в котором мы живем, и наша природа. Вот потому мы и грешим. Поэтому Господь говорит нам в Своем Слове, чтобы мы с вами, смотря на Иисуса Христа, жили по жизни, чтобы не нарушать Божьих требований, Божьих законов, закона духа жизни. Давайте посмотрим, вот как об этом пишет Иоанн. 1 Иоанна 2.1.2. «Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа Праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Итак, Иоанн, обращаясь к церкви, он пишет, называя верующих, молодых верующих, или которые уже прожили какое-то время, он их называет «дети мои». Потому что он уже в те времена, когда писал свое послание, он уже был пожилым человеком. Ему по традиции христианской уже было около ста лет. Девяносто, может быть, больше лет, около ста. И поэтому он называл вот своих верующих, таких братьев и сестер-последователей, своих таких близких, он называл их просто «дети». «Дети мои, пишу вам, чтобы вы не грешили, чтобы вы не согрешали». Но если бы кто согрешил, он допускал. Человек может согрешить, он может что-то не так сделать, он может нарушить какие-то Божьи требования, которые Бог определил для нас, как нам жить, как нам поступать. Человек может нарушить. Но когда он нарушает, у нас есть ходатай Иисус Христос, который нас защищает и который, благодаря своей жертве, приводит нас к такому состоянию, что мы очищаемся от всякого греха. В первой главе Иоанн пишет, что если мы исповедуем грехи наши, то Иисус Христос, будучи праведен, очистит нас от всякой неправды. Если мы осознаем, что вот я здесь, или вот здесь, или там-то, поступил где-то неправильно. Например, где мы согрешаем? Мы часто согрешаем в общении друг с другом. Когда мы оскорбляем друг друга, когда мы клевещем друг на друга, когда мы, возможно, переносим худую молву, когда обижаем друг друга, когда поступаем нечестно, несправедливо друг с другом, когда там что-то такое делаем, очень плохое, корыстолюбивые где-то, обманули братьев и сестер в каких-то финансовых делах и так далее и тому подобное. В отношении друг с другом. Накричали где-то на кого-то, проявили какую-то ярость, гнев, крик, злобу, злоречие. Это вот эти такие вот наши пороки, плотские, человеческие, они часто упоминаются в Новом Завете, где апостолы говорят, что это остаток вот этой злобы, остаток вот этой неправедности, которая перешла там или еще, может быть, где-то живет, теплится, она должна быть уничтожена, мы должны очиститься от нее. Поэтому мы вот идем по следам Христа, смотря на его жизнь, смотря как он жил, праведный был, не грешил Господь, жил честно, жил справедливо, никого не обманывал. Вот. И, как мы здесь читаем, не сделал никакого греха. И для нас это тоже такая стоит цель. Потому что мы, учась, будучи последователями Христа, его учениками, ну как можно, смотря на Господа, и жить вот такой там, скажем, безобразной языческой жизнью, которой вот живут люди мира всего, не зная Бога, в пороках, в грехах, в похотях различных. Как Павел пишет в послании Титу, он говорит, что мы были некогда заблудшие, были рабы удовольствия, различных похотей, не знали Бога, были далекие, были гнусные, ненавидели друг друга, ябеды всякие были, и прочие всякие грехи, вот эти плотские. Как Павел пишет тоже в послании Галатам, он говорит, что вот эти дела плоти, которые проявляются в человеке, прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, волшебство, колдовство, пьянство, бесчинство, ругань там всякая, сварливость, зависть и тому подобное, там даже он не перечисляет всего, объедение, как Христос говорил, и всякие вот эти пороки, они к нам не должны, то есть мы от них должны очиститься и быть людьми святыми и непорочными. Это первое, на что Господь нам через апостола Петра обращает внимание. Второй след, здесь мы, который читаем, это записано в 22 стихе, здесь сказано, что он не сделал никакого греха, и вторая часть этого стиха, и не было лести в устах его. То есть вот еще какой след, и чем нам нужно научиться подражать нашему Господу, это чтобы мы не льстили. Вы знаете, не делали такие комплименты фальшивые, лживые людям. То есть человек не достоин такого комплимента, а мы его хвалим за его какой-то порок или за грех, что просто заискиваем перед ним. То есть что такое лесть? Это ложь, которую человек говорит другому человеку, чтобы тот на него как бы обратил какое-то внимание, был к нему расположен. И поэтому вот мы должны быть честны в отношении друг с другом. И ни в коем случае, конечно, не обманывать друг друга и не льстить. Почему? Потому что человек в это начинает верить и начинает потом искать вот этой лести, он никогда потом не исправится. Почему Христос вот очень строго обличал книжников и фарисеев в свое время, когда он был на земле? Потому что они были льстивые люди, они вот друг другу постоянно льстили, любили председания в народных собраниях, любили, чтобы их хвалили, чтобы вот величали их какими-то именами, говорили, ой, идет великий человек, стояли на углах там, долго молились. То есть как сегодня среди вот, ну, молодежи говорят, рисовался человек, то есть рисовал, создавал такой образ себя, своей жизни, а на самом деле он таким не был. Поэтому Господь говорил, гробы окрашены, вы такие люди, которые по наружности кажетесь праведными, а внутри вы такие полны всякого хищения и всякого зла и всякой гнили. А человек выдавал себя за кого-то другого, такого святого, а ему люди льстили. И вот есть такая одна история о пролезе. Она записана в Деянии Святых Апостолов в 12-й главе. И там есть такая история. Был такой царь Ирод. Это один из плеяды этих Иродов. Их было много в те времена. Просто это такое было популярное имя, как у нас Иван там, скажем. Вот был один Ирод, потом был второй Ирод, потом еще там был Ирод. И вот один из этих Иродов, он руководил там какой-то частью территории Израиля, израильского государства. И люди, которые там жили под его руководством, они зависели от него, то есть, ну, финансово зависели. То есть, он каким-то образом их финансировал. То есть, помогал им в каких-то программах, как вот сегодня есть там различные государственные программы. И вот мы читаем, что люди хотели от него что-то получить, они собрались там возле него, там, где его какая-то резиденция была, и стали его величать, стали его льстить. Это голос Бога, а не человека. А он сидел на престоле, и ему так нравилось вот это лесть. То есть, конечно, он не был никаким Богом. Это был обыкновенный смертный человек. Но люди хотели от него денег, от каких-то подачек таких финансовых, какого-то снисхождения в налоговой там системе и так далее. И они его вот так вот льстили. Льстили ему, славили его, хвалили его. Это голос Бога. Представляете, до чего он дошел, и люди до чего дошли. Что это уже не просто человек, там, какой-то великий, там, большой, знатный, там, ну, почетный. А они говорили, это чуть ли не сам Бог там сидит на троне. И в результате Бог поразил этого человека, Ирода, страшной такой болезнью, и он был изъеден червями изнутри, и умер. Прям там, вот, все это видели. Из-за чего? Из-за того, что принял вот эту лесть. Захотелось ему вот это, чтобы вот эта ложь, которую люди говорили, она, ну, приятна была ему для души. Поэтому Писание нам говорит, что Христос, он никому никогда не льстил. И мы с вами должны тоже быть честными, правдивыми людьми, и знать, как отвечать каждому человеку. Ну, ни в коем случае не льстить. И мы читаем, как Христос разговаривал с людьми. С разными людьми он говорил по-разному. И бывало, что вот этих фарисеев, книжников, он их строго обличал. Он прямо им в глаза говорил, что вы лицемеры, что вы вот рисуете, что вы вот пытаетесь что-то показать людям. А бывало, что он с людьми по-другому говорил. Он говорил с ними мягко, вот, особенно вот с такими людьми, которые были опозоренные, вот как разные люди, которые были там низкого сословия, пренебрегали их. Он защищал их, и он даже вместе с ними, с этими мытарями и грешниками, он даже общался, даже вместе с ними и ел. разговаривал с ними, общался. И мы в этом смысле должны иметь Божью мудрость, чтобы знать, как отвечать каждому. Писание нам так прямо и говорит, что слово ваше добыть всегда с благодатью, приправлено солью, чтобы вы знали, как отвечать каждому. То есть, видите, перед нами стоит цель научиться с каждым человеком говорить, как бы так говорить, на его языке. Говорить ему слова истины, но так, чтобы до него дошло. Ну и, конечно же, не обманывать его, говорить ему именно истину. Слова благодати. Соль – это Божья мудрость, когда мы можем сказать так, как надо, чтобы оно дошло до человека. Возможно, кому-то надо строго говорить, а кому-то надо мягко говорить. Это, друзья, касается также родителей, особенно в вашей семье. Если у вас есть маленькие дети, и вы их воспитываете, ваша задача молиться о том, чтобы знать, с каким ребенком, с вашим ребенком, если у вас их там, скажем, двое или трое, как с каждым из ним разговаривать, как общаться. Найти вот этот ключ к сердцу ребенка, чтобы можно было передавать ему слова истины и воспитывать его в учении и наставлении Господнем. И мы читаем об этом, что Тимофею в 4 главе, 3 и 5 стихи, 2 послание Тимофея, Павел тоже пишет о том последнем времени, что люди будут себе искать таких учителей, которые были в силе ихнему слуху. Вот 3 стих, 2 Тимофея 4 главы. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые в силе бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение свое». Смотрите, мы тоже у нашего Господа учимся. Когда он жил на этой земле, он никому не льстил. И Павел здесь пишет, что мы будем жить в такое время, когда будет вот эта лесть сплошь и рядом, когда какие-то служители, какие-то проповедники, какие-то вообще люди, которые будут пытаться привлечь к себе внимание, будут просто вот людям льстить, говорить им, как говорится, по их сердцу, не говорить им истину, не говорить им правду, говорить то, что им приятно. Вы знаете, я как-то прочитал одну такую статью, что в некоторых вот церквях здесь, в Америке, ну, не только здесь, уже по всему свету это распространяется, что людям вообще про грех не говорят. А, что о грехе не надо говорить, это режет слух и так далее. Говорите все хорошее, и только хорошее, и больше ничего не надо, вот говорить слова, которые бы нас, ну, вразумляли бы или останавливали на каких-то путях наших неправильных, если мы где-то не туда зашли. Но Писание полно таких остановок, мы это находим очень много. Если вы прочитаете внимательно Новый Завет, вы найдете там в каждом послании, апостолы об этом пишут, Иоанн об этом пишет, Иаков пишет, Павел пишет, Иуда пишет, все евангелисты об этом говорят, все Писание об этом говорит, чтобы люди жили вот такой жизнью и подражали Иисусу Христу. Поэтому наша задача тоже никому не льстить, но говорить слова истины друг другу, и слова назидания, слова ободрения. И если даже эти слова иногда могут вызвать у человека какое-то болезненное ощущение, то нужно его сказать так, чтобы до человека дошло. Третий след, который мы здесь находим, Господь показал нам, как нам записано в 23 стихе 2-го послания, то есть 2-й главы 1-го послания, что Он, будучи злословим, не злословил взаимно, и страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Братья и сестры, вот что мы еще учимся у нашего Господа, когда Он жил на этой земле и потом пошел на распятие, что Он, когда Его взяли на Голгофске еще до креста, Его начали бить, начали над Ними издеваться, начали поносить, злословить Его, бить по лицу, бить Его различными плетьми. Вы знаете, что это были ужасные такие плети, там были туда впаяны такие кусочки свинца, и когда человека били этими плетьми, то раздирали ему кожу. И поэтому написано, что Иисус Христос был обезображен паче всякого человека. То есть, они настолько над Ними издевались, заушали Его, били, взорвали Его тело, что Он даже и не похож был на человека уже, просто какое-то кровавое такое вот израненное тело у Него было. Все в кровопотеках, все очень изранено. И вот находясь в этом состоянии, мы читаем, что будучи, когда Его злословили, Он взаимно не злословил, Его били, а Он молчал, над Ними издевались всячески, а Он не угрожал никому. И здесь написано, что Он отдавал весь Божий суд Своему Небесному Отцу. И для нас это урок. Вот когда мы вспоминаем страдания Иисуса Христа, для нас важно вспомнить, что вот как Он относился вот к таким вот действиям вот неразумных людей. И нам тоже так нужно научиться. Если где-то нас злословит, мы не должны отвечать взаимным злословием. Если кто-то нас поносит, разносит худую молву о нас, наша с вами задача не сделать это взаимно, не мстить людям, потому что месть – это дать сдачу. А нужно молиться и передать это все дело Богу, чтобы Господь сам разрешил, как Он считает нужным. Именно так сделал Иисус Христос. Именно Он так сделал. Написано, Он не угрожал и Он не злословил взаимно. Об этом мы также читаем в послании к римлянам, в 12 главе, 19 стих. Там написано, «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию». Видите, Иисус не мстил за себя. Он сказал, «Пусть Господь Отец с этим делом разберется, с этими людьми, и как их судить, и как им за это все отвечать, пусть это будет его работа». Точно так пишет Павел, «Вы, возлюбленные, за себя не мстите, но предоставьте это Божьему гневу, Божьему суду». То есть наша с вами задача освободиться от этого, передать это в дело Божье праведному нашему Господу, Небесному Отцу. Господи, ты праведный судья, ты с этим человеком или с этой женщиной, или там не знаю с кем, ты разберись. Ты разберись. Я не хочу носить на этого человека какую-то обиду, что-то ему плохое сделать. Я буду относиться к нему доброжелательно, буду относиться к нему с добром. Вот как здесь дальше написано, «Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая это, ты соберешь ему на голову горящие уголи. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Вот так учит нас Писание, что если с нами поступает несправедливо, наша задача стоит в том, чтобы передать вот Божий суд, передать суд Богу. Нам не нужно этого человека мстить ему, что-то делать ему плохое, желать ему чего-то плохого. Наша задача, пусть Бог разберется, а продолжать, вот как здесь он говорит, «Итак, если враг голоден, накорми его». Продолжать этому человеку делать добро. Это трудно, друзья мои. Я знаю, что это вот сам по себе знаю, из своего опыта, из своей практики. Оно как-то не умещается. Хочется сдачу дать. Хочется, просто вот человек тебе что-то напортачил, хочется ему тоже дать там такую сдачу, чтобы он запомнил. Но Писание говорит, это не наше оружие. Это оружие мира сего. Люди мира сего так делают. Они мстят друг другу, они там не могут никак просить, и ищут возможности, как бы отомстить. Наша задача – искать возможности, как этому человеку помочь. Если есть такая возможность в нашей жизни, как Павел здесь пишет, накорми его, если ты видишь, что враг голоден, и у него нету никакой помощи, помоги ему. Может быть, еще в чем-то помоги. Предложи ему свою помощь. Ну, если откажется, то его проблема. Потому что это и есть наше оружие. Именно так делал Иисус Христос. На Колговском кресте мы знаем, он о чем? Что он делал? Он молился Отче, прости им, они не знают, что они делают. То есть, он им не мстил этим людям, потому что люди в большинстве своем тогда были невежественные. И Петр так и сказал, когда-то обращаясь уже после воскресения Христа в проповеди к народу иудейскому, он сказал, что вы это сделали по неведению, начальники, и вы это сделали не понимая, не разумея, не имели знания, не имели откровения. Поэтому вы вот так все это сделали и поступили. Поэтому очень часто люди поступают в невежестве. И поэтому Господь молился, они не знают, что делают, прости им, Господи. Иногда люди думают, что они делают что-то правильно, на самом деле они делают вопреки Божьему слову. И, как здесь Павел пишет, не будь побежден злом, побеждай зло добром. Именно это и произошло. Иисус Христос на Колговском кресте, будучи распяты, понеся на себе все грехи человечества и все их пороки, все немощи, все болезни, все проклятия. Он именно таким образом победил вот это зло. Писание нам прямо и говорит, что Он разрушил смерть и явил жизнь и нетление через благовестие. Когда Он воскрес из мертвых, то вот именно таким вот путем, воскресением Своим, Он подтвердил вот эту победу над смертью. И сейчас Господь жив, Он больше никогда не умирает, Он имеет совершенно новое тело, которое является нетленным, нестареющим, оно у Него больше не болеет, не страдает, и оно вечно. И вот такое же самое тело Господь обещал нам. Поэтому слава Ему за это. И еще один четвертый след, и мы с вами будем приходить к молитве. это здесь сказано, что Он грехи наши сам вознес телом Своим на древо, чтобы мы избавились от грехов, жили для правды, ранами Его мы исцелились. Ибо вы были, как овцы блуждающие, не имеющие пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Пересмотрите, здесь сказано, что Господь вознес наши грехи. Какой это для нас урок, в чем мы можем подражать? Дело в том, что Он пришел с этой целью, чтобы выполнить волю Божию. Помните, на Голгофском, еще не на Голгофском кресте, а в Гефсиманском саду, перед распятием своим, перед этими страстными страданиями своим, мы читаем, что Господь молился и говорил, «Отче, да минует меня сиять чаша!» Но после говорил, «Ну, не моя воля, но твоя да будет». То есть, идя на Голгофский крест, Он был в послушании, Он исполнял волю Божию. Он знал ее, и Он сам к этой воле шел, чтобы ее исполнить. Вот для нас, для Него это была задача, взять грехи человека, человечества всего, все эти страдания людей, все их пороки, все грехи, все немощи, и исполнить волю Божию. И, конечно, трудно было принять вот это решение, потому мы читаем, что Он страдал, то есть, страдал в каком смысле? Начал ужасаться и тосковать. То есть, для души это было тяжело, принять такое решение, будучи невинным, будучи безгрешным, будучи святым Божьим Сыном, нужно было на себя вот взять вот эти все грехи людей, стать грешником по сути, притом страшным грешником, окаянным грешником, и потом вот это все возмездие на себе пережить, вот как грешника. Потому и написано, взял на себя наши немощи, понес наши болезни, на себя взял, то есть, вместо нас пошел. И вот Он выполнил эту волю Божию, а для нас тоже стоит определенная цель в исполнении воли Божьей, то есть в послушании. Он был послушан до смерти и смерти крестной, и потому Господь его превознес. И Писание учит нас, чтобы и мы тоже были послушны, послушны нашему Господу, учились послушанию. И вот мы здесь на этой земле и живем, чтобы ходить в каждом дне и учиться слышать голос Божий, слышать Его Слово, разуметь это Слово, чтобы Дух Святой записывал свои слова жизни в наших сердцах, в наших внутреннем человеке, в наших мыслях, в наших чувствах, в наших желаниях, в наших стремлениях, в наших намерениях, в нашей совести, во всем нашем естестве было пропитано наше естество Божьими мыслями, Божьим откровением, Божьим словом. И оно было нашим, принадлежало нам. Не в том смысле, что мы, зная Слово Божие, не хотим, ну окей, чтобы в ад не попасть, я его буду исполнять, а чтобы оно стало для нас обыденной жизнью. Это стало нашей жизнью, нашим принципом жизни, нашей частью, наша часть. То есть это, вот это, об этом Писание нам говорит. И что здесь еще интересно, что, когда мы возвращаемся, вот как Петр говорит, вы возвратились к пастырю и блюстителю ваших душ. Обратите внимание, Господь, Иисус Христос, является пастырем нашей души. Обратите внимание. То есть, Он заботится о том, чтобы наша с вами душа, а душа, как вы знаете, включает в себя мысли, чувства, желания, цели, намерения, стремления, память, вот это вот все, что внутри нас есть, оно было под руководством Божиим. То есть, Господь, чтобы мог пасти или направлять наше мышление, пасти наши желания, направлять наши желания и направлять наши чувства. Мы имели и его чувства, и его мысли, и его желания, чтобы он мог нас накормить. Потому что пастуха, допустим, это образы такой язык, потому что, ну вот, пастух в те времена, какая его задача была, или сегодня человек какой-то пасет овец, скажем, или другой какой-то скот. Задача, чтобы животные имели достаточно пищи, чтобы они имели воду, чтобы они были крепкие, сильные, здоровые, у них была возможность где-то отдохнуть, какой-то был загон, где они могли бы в безопасности находиться, и чтобы их защищать от всяких волков там, всяких немощей, болезней, которые могут появляться. Даже вот в те времена защищали овец от мух, когда они выходили на пастбище, просто мазали их, их вот поверхность, то есть их шерсть мазали маслом, для того, чтобы мухи не садились на их, вот эти вот всякие песье мухи, и всякие вот такие жуки разные, насекомые, чтобы не могли им мешать там жить нормальной жизнью. Поэтому вот Господь пасет наши души, и это замечательно, можно так и молиться, и говорить, Господи, вот ты пастырь моей души, пастырь и блюститель, то есть охраняешь мою душу, и просто поблагодарить его, что я в твоей руке, Господи, никто меня не похитит из твоей руки, ты заботишься и печешься обо мне. Поэтому, друзья, вот об этом давайте помолимся в это время, когда мы вспоминаем страдания нашего Господа Иисуса Христа, что наша задача, вот как Петр пишет, идти по следам Иисуса Христа, помолимся о том, чтобы нам с вами не делать разных грехов, жить в святой праведной жизни, учиться этой жизни, если где-то в чем-то согрешили, покаяться вот в этих всех своих неправильных поведениях, в отношении друг друга, в отношении, возможно, семьи, в семье, по отношению к жене, если это мужья или к мужьям, навести порядок в своей жизни, как Петр говорит, и сами будьте святы во всех поступках, чтобы мы с вами никому не льстили, а говорили слова правды, и говорили так с Божьей мудростью, чтобы оно приносило людям помощь и назидание, чтобы мы, братья и сестры, никогда не давали сдачи, если нас где-то чем-то, кто-то задел словами или действиями какими-то, но желали, были благожелательные люди, желали людям добра, желали им счастья, желали им мира, желали им успеха и благословения, если они что-то сделали для нас по невежеству, по незнанию, и пусть Господь с ними разбирается, чтобы у нас не было вот этого внутри такого желания отомстить, чтобы наше сердце не злопыхало злобою какой-то, а оно было доброе сердце, и наше оружие это добро, побеждай зло добром, это принцип. И, разумеется, мы следовали за нашим Господом, как здесь написано, возвратились к пастырю наших душ, то есть были послушны ему в каждом дне нашей жизни и исполнили его волю. Вот об этом мы помолимся, благослови нас Господь. Аминь. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе, что Ты послал Сына Твоего, Иисуса Христа, чтобы мы избавились от грехов, жили для правды. Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, и ранами Его мы исцелились. Пусть исцелится наша душа, Господи, исцелится наши мысли, чувства, желания. Пусть исцелится наше тело, пусть исцелится наше внутреннее естество, наш человек, наш дух, душа и тело во всей целости да будут представлены беспороково пришествие Твое. Благословляю Господь моих братьев и сестер, чтобы мы, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа, шли по Его следам, учились у нашего Господа. И пусть Дух Святой постоянно нам об этом напоминает. Как Ты, Господи, сказал, что придет Святой Дух, Он напомнит вам все и Он научит вас всему, беря это все от Меня, то есть показывая Тебя, показывая Твою жизнь, внедряя в нашу жизнь Твое живое Слово, чтобы оно наполняло нас, и мы были пропитаны Тобою, Господь, пропитаны Духом Святым, пропитаны Твоими мыслями Божьими, и Ты мог действительно напитать нашу душу, чтобы наша душа, она всегда была насыщена Твоим Словом, наши эмоции были, Господь, вдохновлены Духом Святым, и мы всегда радовались, непрестанно молились, за все Тебя благодарили, чтобы наши желания, наши стремления, они тоже были наполнены Тобой, наполнены Твоими желаниями, Твоими стремлениями, и мы следовали, Господь, и стремились к тем целям, которые Ты определил для нас, для каждого из нас. Благослови нас, Господь, чтобы Твои божественные мысли наполняли нас, приходили Твои откровения, и мы пребывали в Твоих откровениях, и ходили согласно Твоего руководства, Твоего направления. Ты держишь нас за правую руку, Ты руководишь нас Твоим советом, и Ты примешь в нас Твою славу, да будет имя Твоего прославлено, да будет возвеличено, да будет восполнена всякая нужда святого народа Твоего по всему лицу земли, и также нашей поместной общины. Ты восполни, Господи, всякую нужду, материальную, духовную, ментальную, физическую, душевную, Господь, семейную нужду, в отношениях друг с другом, социальную какую-либо, всякую нужду, Господь, восполни по богатству Твоему славе Христом Иисусом. Благослови нас, чтобы мы продолжали верить и стоять твердо в вере ко спасению души, понимая и зная, что Ты охраняешь нашу душу, что Ты заботишься о ней, что Ты печешься о каждом из нас, что Ты пасешь нас на злачных пажетях, водишь к нас к водам тихим, и Ты приведешь, Господь, Твою славу, Твое помазание, Твою силу, Твой Божий народ. И мы, Господь, благодарны Тебе, что Твоя благость и милость, Твое помазание, оно с нами, и пусть оно сопровождает нас во все наши дни жизни до скончания века в Твое пришествие. Тебе добудет хвала и благодарность наш Великий Господь Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Друзья, рад был с Вами сегодня пообщаться. Благослови Вас всех, Господь. Счастливого Вам праздновать эти дни, вспоминать о них постоянно и радоваться жизни. Господь с Вами, и Вы также всегда с Ним. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами неизменно любящими Нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Дорогие друзья, братья и сестры, наше служение подошло к концу. Слава Богу за то, что мы могли быть вместе, как одна церковь, хотя она собрана по домам, но мы вместе. Сегодня уникальный день, потому что именно вот в эту неделю в апреле 8 лет назад вот подобным образом в доме у кого-то в Лиминрум родилась эта церковь. И сегодня мы можем праздновать вместе. Если у Вас есть дома торт, свечка, булочка, чай, я думаю, что вполне нормально сейчас налить чаю и съесть булочку, даже если это уже 9 часов вечера. Ничего страшного. Праздники продолжаются. Но я верю, что закончится карантин, мы встретимся вместе и мы будем праздновать день рождения церкви. Потому что мы только маленькое звено в большой цепи Божьей Церкви от Иисуса Христа до вечности. Я надеюсь, что мы сегодня осознаем нашу значимость и зависимость от Иисуса Христа. Мы значимы в Его глазах. Иисус Христос умер за каждого из нас, чтобы эта церковь была в этом месте и через нее, через каждого из вас Бог мог бы быть и руками, и ногами, чтобы мы были благословением для окружающих людей. Я верю, что Бог может и должен и хочет использовать каждого из нас, чтобы донести благую весть каждому человеку. Сегодня моя молитва о том, чтобы мы исполнили Его предназначение для нашей церкви. Я верю, что у Бога есть особое желание, особое поручение. Это не случайность, что мы есть. Не случайность, что мы друг с другом. Это не случайность, что Бог поместил нас в зависимость друг от друга, и мы можем чувствовать себя одним телом, хотя порознь, члены. Дорогие мои, я поздравляю вас с днем рождения. Пусть Бог благословит ваши дома, ваши семьи. И я просто молюсь о том, чтобы с каждым годом, с каждым днем рождения мы становились мудрее, мы становились более зрелыми, духовно, чтобы мы становились более чувствительными к голосу Святого Духа и более послушными. Я верю, что когда церковь живет в гармонии с Духом Святым, в послушании Богу, она будет увеличиваться и расти. Это то, что делает Господь. Рост церкви – это то, ради чего мы живем, потому что мы хотим видеть других людей, прилагаемых церкви, спасаемых Иисусом Христом. Господь, помоги нам в нашей жизни увидеть много людей, которые, не зная Тебя, шли в ад, но сегодня они стали частью нашей семьи, и вместе мы идем к небесам. Happy Birthday! Пускай Бог благословит каждого из вас. Это праздник для каждого. Мы продолжаем также молиться сегодня вот еще один день, когда мы молимся, 21 день о ситуации, сложившиеся в нашей стране с коронавирусом. Люди продолжают болеть, люди продолжают умирать. Но я верю, что Бог, Он остается Богом, и Он все держит в своих руках. И Писание ясно говорит, что если церковь Иисуса Христа смирится, она будет молиться, она будет искать Бога, то Бог простит грехи и исцелит землю. Это то, к чему мы призваны. Сегодня день, в пятницу, когда мы целенаправленно молимся о пробуждении. Мы молимся о том, чтобы Бог пробудил тех, которые уснули, воскресил тех, которые умерли, и, может быть, каким-то образом побудил тех, которые обленились, чтобы они стали жить более посвященной жизни. Друзья, сегодня молитва каждого из нас. Господь, дай нам быть инструментом в твоих руках, который бы ты использовал для пробуждения самих себя и людей вокруг нас. Господь, пусть Твое пробуждение придет. Очень не хочется жить в мире сонном, в мире ленивом, в мире, там, где люди не имеют духовного желания жить и служить друг другу. Хочется жить и быть окруженными людьми, которые горят для Иисуса. Господь, мы хотим гореть для Тебя. Это наше желание. Дорогие мои, пусть Бог благословит каждого из вас. И пусть Слово, которое вы слышали сегодня, пение, которое мы пели, молитвы, которые мы произносили перед Богом, они будут услышаны Богом, они восполнят наши нужды. И пускай Бог ответит. Мне очень приятно на этой неделе молиться за многих наших братьев и сестер. И мы слышим хорошие reports. Мы слышим за девушку Примаченко, которая родила ребенка, будучи больна коронавирусом, и сегодня она выздоравливает ребенок здоровый. Слава Богу за это. За Юлю мы молились, и ее операция прошла. Мы слышим хорошие отчеты по этому. Слава Богу за то, что Бог вмешивается и помогает сегодня. Господь добрый, Господь добрый, мы будем продолжать молиться за наших друзей, которые больны, которые переживают, которые страдают сегодня от различных искушений. Господь, мы сегодня перед тобой, как церковь, хотим стоять в проломе за наших братьев и сестер. Поэтому, закрывая глаза, обнимая наших близких, мы будем молиться сейчас перед Богом. Наш Небесный Отец, мы благодарны Тебе за время, проведенное вместе. В кругу семьи, в кругу друзей. Господь, мы молим Тебя, чтобы Твое Слово, оно обильно вселялось в жизни и в сердца наших братьев и сестер. Мы молим и благодарим Тебя за людей, которые были больны, и Ты исцеляешь их, Ты выздоравливаешь их, Ты поднимаешь их. Господь, кто-то еще продолжает болеть, но, Отец, мы молим Тебя, чтобы Твоя рука добрая, она была там, исцеляющим прикосновением в жизни наших братьев и сестер. Господь, мы молим Тебя о каждом человеке нашей Церкви. Мы благодарны Тебя за восемь лет, которые уже пройдены. Господь, это особых восемь лет. Это годы, когда Ты отвечал, годы, у которых у нас есть множество свидетельств, где Ты помогал, говорил, наставлял, руководил, управлял, поддерживал. Господь, мы благодарны Тебя за каждого из наших братьев и сестер, кого Ты привел сюда, собрал для того, чтобы быть одной семьей. Господь, мы благодарны и молим Тебя, чтобы каждый возрастал в познании Тебя, был в благодати, был силен Тобой, наполнен Святым Духом. Господь, и мы реально скучаем друг за другом. Поэтому мы молим Тебя, чтобы этот коронавирус был остановлен, чтобы каким-то образом это все закончилось, чтобы мы могли встретиться опять, видеть лица друг друга и поклоняться Тебе вместе. Об этом мы молим. Господь, мы молим о пробуждении в нашей Церкви, в нашем городе, в нашем штате, в Америке, в мире. Господь, если Ты хочешь пробудить народ даже через какие-то трудности, то сделай это. Господь, мы хотим видеть, и мы хотим быть инструментами, которыми бы Ты употреблял для того, чтобы пробуждение пришло в наше окружение. Об этом мы молим во имя Иисуса Христа и для Твоей славы, наш Бог. А Тебе за все хвала и слава, честь и поклонение, наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Амин. Амин. Дорогие мои, благослови Вас Господь. Спасибо каждому из Вас, что Вы были с нами сегодня. Пусть Божий мир будет в Ваших домах и Ваших семьях. Благослови Вас Господь.